И сегодня же в Бендерах возложили цветы к памятнику поэту Ивану Котлеровскому. Союз украинцев Приднестровья так отметил День государственного флага и День независимости страны. Ивана Котлеровского считают одним из новаторов украинского языка. Памятник Ивану Котлеровскому стоит на территории крепости. В 1806 году он провёл здесь несколько недель. Был адъютантом командующего. Составил журнал военных действий второго корпуса войск под командованием генерала Мейндорфа. Звание Котлеровского – штабс-капитан русской императорской армии. А его вклад в литературу – юмористическая версия древней поэмы Энеида. Он переплывал реку и перевозили его казаки, запорожцы. Спрашивает, ты кто? Он говорит, Котлеровский. Это тот Котлеровский, что Энеиду написал? Да. Они её, оказывается, читали, знали и смеялись. Екатерина II, когда читала Энеиду без перевода, без ничего, она её понимала и очень смеялась. Оригинальный текст Энеиды Котлеровского на ярышке – это форма записи украинского текста русской азбукой. Позднее появился и вариант на украинском языке. А поэта исследователи стали называть реформатором, привнёсшим много нового в украинский язык. День украинского флага отмечается сегодня, День независимости Украины завтра. На встрече в Бендерской крепости рассказывали о том, что Приднестровье сохраняет украинский язык. О том, как много страниц украинской истории связаны с бендерами. Тут была написана первая конституция Орлика, тут был похоронен Гетман Мазепа. У Союза украинцев есть свои отделения по всей республике, есть и несколько фольклорных ансамблей, поющих на украинском. Они спели сегодня прямо у стен цитадели.